В Бурмарском районе в 2013 году планируют сдать новую школу на 160 мест. Кроме того, в районе продолжается модернизация уже действующих. Только за прошедший год по этой программе было отремонтировано 6 школ. Подробности у Алексея Иванова и Андрея Спиридонова. Столы и стулья, покрашенные в необычные для столовой желтые и красные цвета, светлые шторы на окнах – это лишь немногое из того, на что были потрачены средства, выделенные по программе модернизации по обеспечению горячим питанием школьников. Самое дорогое и ценное расположено на кухне. Одна только пароварочная машина может выполнять практически любую работу по выпечке и приготовлению блюд. С тех пор, как школуступило модернизацию, произошли большие изменения. Изменилась не только красота столовой и эстетика, но и изменилось качество блюд, а также ассортимент блюд. Дети стали питаться лучше, большее количество учащихся стало питаться. По модернизации из федерального бюджета было выделено около 1,6 млн. Около 200 тысяч рублей нашли в местной казне. Сам ремонт проводился силами самих сотрудников школы. Во время осенних каникул они полностью подготовили новую столовую. Как утверждает директор, накормить, используя старое оборудование, тысячи учеников было весьма сложно. Горячим питанием было охвачено лишь 60% учеников. Сейчас почти 100%. В деревне Шахобылова на новом месте активно ведется строительство новой основной общевразовательной школы. Старое уже давно не отвечало всем нормам безопасности. Новое заведение откроет двери для 160 учеников. К слову, в Старой сейчас учится 121 ученик. Свободные места решено заполнить детьми из остальных соседних деревень, в которых школы слабо оснащены современным оборудованием. Мы смогли к 1 сентября 2019 года капитально отремонтировать 6 школ. И таким образом все эти 6 школ приведены в соответствии с нормативным требованием, которое нам проявляют сегодня надзорные органы, как по линии Роспотребнадзора, как по линии Госпожнадзора. А с вводом в эксплуатацию в 2014 году вот этой шахобуловской школы мы решим проблему по созданию нормальных условий для обучения и воспитания детей в 100% школы Урмарского района. На строительство школы выделено 111 миллионов рублей. Хотя школа и маленькая, но здесь будут все условия как для полноценной учебы, так и для занятий физкультурой. К примеру, на территории школы разместится стадион, каток для хоккейной команды. Внутри спортзал, три медицинских кабинета. В одном из них расположится кабинет зубного врача с необходимым оборудованием. Все работы по строительству школы планируют закончить уже к 25 мая, а в День Республики торжественно открыть. Алексей Иванов, Андрей Спиридонов, Республика.